Братья и сестры, мы вместе с вами прочитаем текст Священного Писания, который записан в 1-м послании Фессалоникийцам, 5-я глава с 23-го текста. 1-я Фессалоникийцам, 5-я глава с 23-го текста. 2-я глава с 23-го текста. 3-я глава с 23-го текста. 4-я глава с 23-го текста. 5-я глава с 23-го текста. 5-я глава с 23-го текста. 5-я глава с 23-го текста. 6-й 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 глава с 23-го текста. 7-й глава с 23-го текста. 7-й глава с 23-го текста. 7-й глава с 23-го текста. 8-й глава с 23-го текста. 8-й глава с 23-го текста. 9-й глава с 23-го текста. Еще одна проблема инвалидности детства связана с тем, что по недосмотру человек новообращенный может получить духовную травму или инвалидность. По аналогии, как мы читаем во Второй книге Царств, у Иоаннафана сына Саула был сын хромой. Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле Иоаннафане из Израиля. И нянька, взяв его, побежала, и когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым, имя его Мемфивосфей. Этого ребенка уронили. Возможно, родители, служители, близкие, не пободрствовали, и кто-то, будучи младенцем, во Христе упал и повредился. Стал духовным инвалидом, такое тоже возможно. Или человек столкнулся с лжеучением, или, собственно, и я вознеслось. Или неправильный человек начал толковать Писание, или стал вкушать в детстве духовном слишком твердую пищу. Наследственные и врожденные болезни также могут стать причиной духовной инвалидности. Различные генные заболевания, пороки сердца, психические расстройства. Есть и духовные родовые повреждения, присущие определенному роду, описанной в книге Притч. 30 глава Притч, с 11 стиха. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. Здесь описаны некоторые родовые повреждения, которые, если от них не избавятся родители, могут стать достоянием детей. Грех непочтения к родителям. Это переходящий порог, друзья. Нравственная нечистота и распущенность. Высокомерие и отсутствие жалости к бедным. Наживо за счет других. Эти грехи могут стать родовыми повреждениями. Перейти от детей к родителям. Геезий получил проказу инвалидность, которая перешла на все его потомство. Друзья, наши нераскаянные грехи также могут стать плохой наследственностью для наших детей. После бунта Кореи, Дафана и Аверона против Моисея их поглотила земля, и погибли семьи Дафана и Аверона. И Корея. Но дети Кореи не погибли. Есть такое, как бы, объяснение этого текста. Сказал Моисей обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. Есть предположение, что дети Кореи, вероятно, отошли от шатра своего отца в этот момент. И остались живы. В числах 26 главе мы читаем в 11 стихе. Но сыны Кореевы не умерли. Похоже на то, что у них не было бунтарского духа. И они не разделяли притязания своего отца. Друзья, мы все, по сути, инвалиды по наследству от Адама. Все. Но через Иисуса Христа мы можем стать свободными от любого наследственного повреждения или влияния. Итак, первая причина инвалидности – врожденная инвалидность, инвалидность детства. Второе. Перенесенная болезнь также может стать причиной инвалидности. Это уже приобретенная инвалидность. Например, человек перенес сильный инфаркт, и после этого человек стал инвалидом по болезни сердца. Или человек перенес духовную болезнь, и после нее стал духовным инвалидом. Это может быть обида или сильное огорчение. Или даже духовный побой, может быть горечь от того, что они оценили, отнеслись без внимания, не похвалили, не продвинули на более важное служение. Есть некоторые духовные болезни, которые могут стать причиной духовной инвалидности. Например, такие как зависть, высокомерие, обида. Зависть – это чувство досады, вызванное успехом или благополучием другого человека. Почвой для зависти может быть недовольство своим положением или своей жизнью. По причине зависти произошло первое грехопадение в ангельском мире, и лучезарный ангел стал сатаной. По причине зависти произошло первое убийство на земле, и Каин убил Авеля. Из зависти был продан в рабство Иосиф. Христа распяли из зависти. Главная опасность зависти – мы переключаем внимание со своей жизни на жизнь другого человека, забывая о своей. Зависть разрушает личность и нарушает общение с людьми. Десятая заповедь призывает – не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего. Зависть – это своего рода мучение завистника о благополучии ближнего. Зависть может стать причиной духовной инвалидности. Высокомерие может сделать человека духовным инвалидом. Высокомерный человек – это тот, кто считает себя выше других, чрезвычайно уверен в своих способностях, ждет похвалы и признания со стороны других людей, не признает ошибки и критику, постоянно говорит о себе и показывает свои достижения. Кроме того, высокомерный человек не видит своих ошибок. Он очень хорошо видит чужие ошибки. Высокомерие препятствует человеку вникать в себя. Человек высокомерный всегда найдет для себя оправдание. Высокомерие прекрасного ангела превратило в мерзкого демона. Я сам, я сам все могу, я знаю – это духовная инвалидность. Саул приобрел такой порог. Перед помазанием на царство Самуил говорит Саулу, «И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего? И отвечал Саулу и сказал, не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова?» Друзья, у Саула очень низкая самооценка. И вот он ведет войны, побеждает, и вместе с этим, вместе с успехами он растет в своих глазах. После согрешения Саула, помните, они взяли из заклятого, Самуил, обличая его, говорит ему, и сказал Самуил, «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем». Человеку, друзья, который имеет небольшие способности, не занимает высокое положение, которое мал в своих глазах, ему легко сделать пожелание, сделать увещание. Но вот когда человек уже имеет способности и достижения, и вырос в своих глазах, то любые советы ему будут отвергнуты, ведь он сам все знает. Помните, Иоанн Креститель говорил, «Ему, Христу, нужно расти, а мне? А мне умоляться, становиться малым в своих глазах, расти в корень, вниз расти». Мы же всегда хотим расти вверх, друзья, в достижение. Обида также может серьезно покалечить духовного человека. Непрощение является одним из грехов, которые не прощает Бог. Мы напоминаем об этом, друзья. Есть два греха, которые не прощает Бог. Хулана Духа Святого и непрощение. «Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Не простит. Один служитель написал о том, как к нему на исповедь пришла женщина примерно 50 лет. Когда она была 12-летней девочкой, из их семьи ушел отец. И она за это его ненавидела. Она не общалась с ним. И хотя он много раз пытался навести с ней контакт, она всегда отвергала его. Не хотела идти на контакт, проклинала его, не желала видеть. Прошло около 40 лет, отец ее умер. И вот она пришла, стала на исповеди говорить служителю. «Я понимаю, что это плохо, но я не могу его простить. Я ненавижу его всеми фибрами своей души». Служитель ей сказал, тебе нужно простить его. Стараясь молиться, каяться, злопамятство – это очень тяжелый грех. Рассказывая про отца, она начала вспоминать свое детство и между делом сказала, что когда ей было 12 лет, она украла у мамы 5 рублей. Служитель спросил мне, а ты у нее за это прощение попросила? Она говорит, нет, не просила. Он говорит, надо попросить. Она говорит, ну как я буду просить прощения? Мама в деревне живет, ей 80 с лишним лет. Она уже и не помнит, наверное, ничего. Он ее убеждал, нет, надо съездить попросить прощения. Через пару недель эта женщина пришла опять, сильно зареванная, в ужасном состоянии. Ее трясло. Она долго не могла успокоиться и, наконец, рассказала, что приехала к матери в деревню. И, между прочим, разговаривая с ней, сказала, мама, ты знаешь, когда мне было 12 лет, я у тебя взяла из кошелька 5 рублей. И тебе ничего не сказала. Но вот я недавно ходила на исповедь, и служитель настоял на том, чтобы я приехала к тебе и попросила у тебя прощения. Мама заплакала. И рассказала, когда, ты знаешь, когда ты была маленькая, когда тебе было 9 лет, отец твой так сильно пил, что он начал брать наши деньги. Начал тратить наши деньги, воровать деньги. И она говорит, я дошла до такого состояния, что я решила его выгнать. Мать говорит, я решила его выгнать, я не могла с ним жить, и так не хватало денег. Но он встал на колени, просил прощения, сказал, что это последний раз. И после этого он на самом деле устроился на работу, бросил пить. И мы жили нормально. И вот когда тебе было 12 лет, у нас пропало 5 рублей. Я спросил у тебя, ты сказала, что ты не брала. Я обвинила его, что это сделал он. И он ушел из дома. Ушел насовсем. Когда женщина это все узнала, у нее пропала ненависть к отцу, появилась вина. Что такое 5 рублей? Это мелочь. Но через такие мелочи Господь показывает нам, как мы себя сами наказываем. Не прощая людей. Она жила и мучилась. Непрощение сделало ее инвалидом. Непрощение приводит к беде. Если человек признает вину и просит прощения, мы должны простить. А если он не просит и не признает, что нам нужно делать? Нам все равно нужно простить. Потому что Писание говорит, когда мы становимся на молитву. Марк 11 глава 25 текст. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого. Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Обида может сделать духовным инвалидом. Третья причина, друзья. Это беспечность. Беспечность также может стать причиной духовной инвалидности. Я читал свидетельства одного человека, он учился в военно-морском училище. Находясь в отпуске, почувствовал себя плохо. Обратился в госпиталь. Врачи предположили аппендицит и предложили лечь ему на обследование. Но он в отпуске. Всего 10 дней. Он не захотел остаться на обследовании. Ему обезболили, и он поехал гулять с друзьями. Через некоторое время, более усилились, его привезли уже по скорой. Сделали операцию неудачно. Вторую операцию, третью операцию. Спасли его жизнь, но у него отказали ноги. В 19 лет он стал инвалидом, прикованным к инвалидной коляске. В госпитале хотел жизнь покончить самоубийством. Одна медсестра, которая за ним ухаживала, отговорила от этого шага. Позже они поженились. Через некоторое время, слушая благовестие, он уверовал. Уверовала и его жена. Сейчас он совершает пресвитерское служение, передвигаясь на инвалидной коляске в одной из небольших церквей России. Невнимательность и беспечность в духовной жизни может стать причиной духовной инвалидности. Мы слышим много предупреждений в проповедях. Но часто игнорируем их, и оттого можем нанести ущерб своему духовному человеку. Это может случиться от того, что все силы человек бросает на учебу, на зарабатывание денег, чтобы обустроить свой быт, чтобы съездить на отдых, иметь достаток. А духовному человеку остается то, что осталось – остатки. Писание говорит, что мы должны Богу отдавать начатки, а не остатки. Беспечно не дорожить временем, чтобы менять свою жизнь. Беспечно, говорит, не скоро придет Господин мой. Беспечно не каяться в своих грехах. Беспечно пропускать богослужение и вечерю Господнюю. Беспечно купить хороший дом в местности, где нет богослужения. Там хороший дом. Но чтобы доехать до богослужения, надо потратить громадное количество времени. Нужно выбирать церковь, а не дом. Или город. Или республиканский штат. Неверующие друзья, зависание в чатах, флирт в соцсетях, потребление ядовитой духовной пищи, самоуверенность в собственных силах, часто становятся причиной духовной болезни, бессилии может привести к духовной инвалидности. Четвертая причина. Неосторожность также может стать причиной духовной инвалидности. Многие из вас знают историю Джонни Эриксон. Когда ей было 17 лет, она пошла в залив купаться с друзьями. Купаться с друзьями в заливе. Не знаю глубины, девушка с разбега прыгнула в воду. Ударилась головой одно, сломала себе шейные позвонки. И от плеч стала парализованной. С этого времени она не смогла больше использовать ни свои руки, ни ноги, передвигаясь только на инвалидной коляске. Мы знаем, что Джонни Уверова, имея физическую инвалидность, она остается духовно здоровой христианкой. Она и сейчас жива. Правда, очень сильно болеет. Духовная инвалидность много опаснее. Ныряние в незнакомом месте очень опасно. Не нужно нырять в незнакомые сайты, социальные сети, кинематограф, мирскую музыку. Можно стать духовным инвалидом, можно стать зависимым от греха. Также интерес к непроверенным авторам и проповедникам может серьезно повредить духовному здоровью. Апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 11.3. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительными к тому. Может произойти серьезное повреждение ума. Ментальная инвалидность, если человек будет неосторожен с информацией, с видео, аудиоматериалами, в том числе и религиозного содержания, слушая проповеди иного Иисуса, иного духа, иного благовествования». Пятая причина. Есть люди, которых Сатана сделал инвалидами. Иисус учил в синагоге, там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус при нее сказал, что ее связал Сатана вот уже 18 лет. Господь исцелил эту скорченную женщину. Апостол Павел пишет в церкви в Коринфе. «А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба Сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Друзья, дьявол может сделать ущерб. Сатана использует все виды уловок, чтобы нанести ущерб, сделать какое-то повреждение. Расставляет сети, чтобы уловить в эти сети. Львиный рык, чтобы устрашить. Помните, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Может принять вид ангела света, чтобы обмануть. Может строить козни. Может посеять плевелы, чтобы заглушить слово. Да, ты пришел на собрание, хорошо, здесь посеяли тебе слово. Сейчас ты выходишь из собрания, и там дьявол может сеять свои плевелы, которые могут заглушить семя, она не даст плода. Она не будет расти. Дьявол может нанести ущерб тем людям, которые находятся в состоянии горечи или непрощения. Или тем, кто заходит на его территорию. А что, если я боевичок посмотрю? Или комедию, или ужастик, да? А потом в семейной жизни или комедия, или ужастик, или боевик. Шестая причина. Есть люди, инвалидность которых допустил Бог. Бог допустил. Друзья, Бог не творил инвалидов. Бог сотворил людей по образу и подобию своему. Но Бог иногда допускает физическую и духовную инвалидность для определенных целей. Когда Господь призвал Моисея, он отказывается, ссылаясь на то, что он косноязычий, неречистый. Господь ему, смотрите, что отвечает. Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим? Или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Иов говорит, Господь дал, Господь взял. Да будет имя, Господь не благословенна. Друзья, Господь взял здоровье Иова. Взял. Дал, взял, а потом опять вернул это здоровье. Иаков боролся с Богом и получил повреждение бедра. Стал инвалидом. Друзья, какой урок? Будешь бороться с Богом, будешь инвалидом. Апостол Павел получил сжало в плод, чтобы не превозносился. Смотрите, что он говорит об этом сам. Я прочитаю 2 Коринфянам 12 глава 7 текст. Прочитаю современный перевод. «Чтобы не превозносился я безмерным величием полученных мной откровений, дана мне вплоть мучительная заноза. Посланник сатаны избивает меня. Это и удерживает меня от превозношения». В нашем синодальном написано в переводе «ангел сатаны удручать меня». Немножко непонятно. «Чтобы я не превозносился». Царь Новохадоносор должен был пройти через унижение и безумие для смирения. Инвалидом стал по ментальности, да? В книге «Иисус. Наша судьба» Вильям Буш описывает слова одного уверующего шахтера. Он говорит, «Бог сломал мне позвоночник. То есть Бог сделал меня инвалидом. Если бы Он этого не сделал, я бы погиб навеки». Он получил травму, когда был шахтером. Друзья, а для чего я имею занозу в своем теле? Болезнь какую-то, какое-то страдание. Для чего? Хорошо, если я знаю для чего. Апостол Павел знал, для чего у него эта мучительная заноза в теле. Друзья, Господь допускает и нам изъяны и пороки в физическом и духовном здоровье всегда на наше благо. Для нашего блага, для благих целей спасения нашей души. Седьмая причина. Есть люди, которые симулируют инвалидность. Сами себя делают инвалидами. Или сделали сами себя инвалидами. Или прикидываются инвалидами. Один писатель описывает случай, случившийся на Колыме в 37-х годах в лагере для заключенных. Один человек настолько обессилел, что не мог на работе нести бревно. За это его конвоиры сильно избили. Он попал в госпиталь. Сломанные ребра быстро срослись, но он решил симулировать перелом позвоночника. И скрючился. Сам себе скрючил. В больнице условия были, несомненно, лучше, чем в золотом забое на 50-градусном морозе. Он спал и передвигался скрюченным. Делали лингеновские снимки. Смотрели многие врачи. Но качество рентгена тогда было плохое. И врачи тюремные были слабой квалификацией. И уже пришли к тому, что им трудно было определить, правду говорит человек или обманывает. Это длилось очень в течение долгого времени. И его уже хотели вывезти из зоны, отправить на материк. Но потом один врач открыл его обман. Его ввели в наркоз и разогнули под наркозом. Пристегнули, и он вышел из наркоза, и он согласился, да, что он симулировал это, свою инвалидность. И его решили отправить назад в лагерь. Друзья, ну когда его отстегнули, он опять скрючился. Он долгое время ходил скрюченным, он не мог уже по-другому. Организм сформировался вот в этом состоянии. Скрючивался по привычке. Друзья, сегодня есть люди, которые выдают себя за инвалидов. Просят деньги на перекресток или наговаривают на себя болезни, чтобы получить ассай. Или в духовном плане, я не могу то, я не могу то, служить никаким служением не могу, жертвовать не могу, молиться не могу, на собрание не получается, как бы тоже не могу. И вот это не получается, не могу, а поистине говоря, не хочу, духовно скрючивает человека. Делает его духовным инвалидом. Симуляция переходит в привычку, и есть опасность остаться духовно скрюченным навсегда. Второй пункт, друзья, последствия духовной инвалидности. Мы не будем здесь подробно останавливаться. Друзья, последствия, первое последствие духовной инвалидности – потеря духовной трудоспособности. Инвалидность – это признание врачебной комиссии, что человек имеет болезнь или повреждение, которое лишает его полноценной трудоспособности. Духовная инвалидность – это когда человек не трудится для ближних, для церкви, для Христа. Он нетрудоспособен. Вторая причина или второе последствие – духовное бессилие. Нет сил для борьбы с грехом, нет сил на молитву, на Писание, на добрые дела. Нет сил духовной бессилии. Третье, друзья, – это хромота. Постоянное спотыкание, притыкание то в один грех, то в другой. В Третьей книге царств мы читаем, и подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте. Они преклоняли колено то перед Богом, то перед Ваалом. Илья говорит, последуйте Богу или Ваалу, определитесь. Вы склоняете колено то перед Богом, то перед Ваалом. А Ваал – это символ удовольствия, сладострастия, нецеломудрия и разврата. Апостол Павел говорит филиппийцам, «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполненный плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию». Павел говорит, я молюсь о том, чтобы вы не спотыкались. А Петр говорит во втором послании, «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Ты верующий, укрепляйся в Боге, не будешь никогда спотыкаться. И четвертое последствие – это бесплодность. Духовный инвалид не может приносить добрые плоды. Не может. Последний пункт, друзья. Профилактика, лечение и исцеление духовной инвалидности. Сначала нам нужно понять, что духовные инвалиды – это все мы с вами. И ни один из нас не лучше другого. Римлянам 3 глава 9 текст. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елины – все под грехом. Как написано – нет праведного ни одного, нет разумевающего. Никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро – нет ни одного. Давайте с вами вспомним притчу о званых на царский пир. Это Иоанн и Луки, 14 глава. Почетные званые гости не пришли. Их звали. Евреи не захотели. Иудеи не захотели прийти на пир. Тогда царь приказал позвать инвалидов и бомжей. Написано – нищих, увечных, хромых и слепых. Язычников. Друзья, вот мы и есть, это инвалиды и бомжи. Мы с вами. Нас позвали. Хозяин дома сказал рабу своему – пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб – господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу – пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполниться домом мой. Кого-то подобрали на Ват-авеню у дороги. Кого-то на Антилоп у изгороди. Кого-то убедили на Илкорн. Господь позвал нас к себе. Подобрали нас, омыли, приодели, привели в царские палаты. И вот один человек так описывает это, так рисует эту картину. Я прочитаю. Сижу я и думаю. Ведь кому сказать не поверить. Подумать только. Вот я, а вот царь рядом. Входит новый гость. Так имею ли я право сказать на таком перу при виде очередного гостя? Да кто это там зашел, государь? Да ты глянь. Тут же только порядочные люди. Ты да я. А этот он не с моей подворотней. Его в нашу приличную компанию брать нельзя. Мы все званы в церковь. Нам очень важно помнить золотую формулу христианской этики. Не я терплю. Меня терпят. Все мы в церкви только еле терпимы. Никто из нас не хозяин в ней. Домовладыка тут Господь. Так что нельзя в церкви хозяйничать и изгонять из нее тех, кого позвал сам владыка. Конец цитаты. Друзья, и для духовных инвалидов есть место за столом Божьей благодати. Нужно только признать себя инвалидом, смириться, ответить на приглашение господина, сменить одежду, принять праведность Христа. Друзья, профилактика – это меры, направленные на предупреждение заболеваний, устранение причин, которые приводят к утрате трудоспособности. Чтобы не случилось в нашей жизни духовной инвалидности, нужно... Читаем первый текст, который читали вначале. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Предупреждение и избавление от духовной инвалидности, от всех пороков заключено в освящении духа, души и тела. И эту работу совершает Господь. Нам, со своей стороны, нужно только к этому приготовиться. Приготовиться к освящению. Контекст этого текста Писания открывает наши действия для того, чтобы Господь совершил наше освящение. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 15 текста. «Всегда ищите добра и друг другу, и всем». Друзья, что значит «ищите»? Сегодня нужно мне поискать, кому бы мне сделать добро. Кому бы мне сегодня сделать добро. За кого-то помолиться, может быть, кому-то материальную помощь оказать. Кому-то доброе дело сделать, поискать и этого сегодня. Ни завтра, ни через неделю. Сегодня поискать. Всегда радуйтесь, друзья, не просто радоваться о Боге. Непрестанно молитесь. То есть всегда поддерживайте связи с Богом. Сел в машину, помолись. Приехал, помолись. Сдаешь экзамен, помолись. Сел за стол, помолись. Тебе хорошо, помолись. Тебе плохо, помолись. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Друзья, за все как трудно. Попал в варию, поблагодари Бога. Слава Богу, что жив. Могу помолиться. Духа не угошайте. Пророчества не уничижайте. Не ругайте проповеди и проповедников. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. То есть присоединяйтесь ко всему доброму. Удерживайтесь от всякого рода зла. От всех разновидностей зла. Есть видео зло, есть аудио зло, есть социальное зло. И так далее. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости. Да сохранится без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это. Бог сотворит это. Друзья, когда в семье есть и здоровые дети, и инвалиды, родители по-особому относятся к детям с недостатками. Их любят, сильнее жалеют. Но нормальным является желание самих людей избавиться от статуса инвалида. Господь нас любит. Он сына своего послал, чтобы он взял на себя нашу инвалидность. Нашу инвалидность. Друзья, а если все-таки человек стал духовным инвалидом, что делать? Что делать? Первое. Нужно признать, я инвалид. У меня есть порок, я не могу избавиться. Друзья, это самое сложное. Признать, что у меня повреждение. Нужно иметь желание быть здоровым. Иисус задавал вопрос, хочешь ли быть здоров? Вторая мысль, что нужно сделать. Нужно воззвать к Богу, пойти навстречу Иисусу. Помните, как это сделал Вартимей? Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Как кричали десять прокаженных. Иисус, наставник, помилуй нас. Третье, что нужно сделать, друзья. Сделать то, что скажет Бог. Первое. Признать, я духовный инвалид. Воззвать к Богу. Сделать то, что скажет Бог. Кому-то Он скажет, иди и впредь не греши. Кому-то это сказал? Женщине, помните, да? Кому-то Он скажет, продай имение твое и раздай нищим. То есть, освободись от зависимости и приходи, следуй за мной, взяв крест. Кому-то Он скажет, пойди, покажись священнику. Что это значит сегодня? Пойди со служителем, побеседуй. Тебе нужно, наверное, это. Прокаженному это сказал. Кому-то скажет, пойди умойся. Помните, кому Он это сказал? А перед этим Он этого человека грязью помазал. Пойди умойся. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. И такое говорил Иисус. И последнее, что нужно сделать, это поблагодарить Бога за исцеление. Друзья, инвалид это не тот, у кого есть проблемы со здоровьем или физические дефекты. Инвалиды это те, у кого есть глаза, но они не имеют духовного зрения. У них есть уши, но они не слышат голос Господа. У них есть ноги, но они не ходят по Божьим путям. Они могут говорить, но они не молятся Богу. Те, кто не используют свою веру, чтобы угодить Богу, не жертвуют для Бога, хотя имеют возможности сделать это. Некоторые думают, вот я буду зарабатывать много, тогда я буду отделять десятину. Друзья, если у тебя 100 долларов сегодня заработок, десятую часть посвяти Богу. Духовная инвалидность сегодня распространена по всему миру. Совсем нетрудно увидеть ее ужасные последствия, жадность, зависть, похоть, обман, воровство, ненависть, насилие, недовольство. Господь хочет, чтобы все духовные инвалиды были исцелены. Когда освящает Господь, тогда и дух, и душа, и тело не будут иметь порока или изъяна. Верен призывающий вас, который и сотворит это. Да поможет нам Господь быть беспорочным. Друзья, если мы понимаем свою зависимость от Бога, и у нас есть проблемы, вызовем Господа, и Он поможет. Да поможет нам Господь правильно видеть себя. Да прославится Он нашей жизни, и да будем мы беспорочными, когда пристанем перед Его лицом. Ему слава за все. Аминь. Помолимся. Субтитры подогнал «Симон»